Смотри, что это такое. Ну а вот здесь у меня лежат печенье. Идет, с цветочком, ей подарили. Шпаги есть? Шпаги. Этого можно быстренько сделать вот так вот. Всем большой привет, ребята. Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. Все вы любите следить за моим инстаграмом и знаете, как проходит мой каждый день. Я хожу по торговым центрам, гуляю со своим парнем, отдыхаю, кушаю, да еще очень много всего интересного. Но сегодня я решила немножечко поэкспериментировать и провести этот день так, как я, ну, не стала бы делать в обычной жизни, если бы не идея прожить день смайликами эмоджи. С этим мне поможет мой парень Андрей, и, естественно, вы. Я написала пост в своем инстаграме. Кстати, если вы до сих пор не подписаны, то можете подписаться. Ник вы видите вот тут, вот сверху. Обязательно подписывайтесь, еще по ссылочке ниже можете это сделать. Под специальным постом я попросила вас там кидать абсолютно разные эмоджи с едой. Всякие вкусняшки, фрукты, картошку и многое-многое другое. Это будет в первой части. Но во второй части, прямо при вас, мой парень Андрей будет выбирать разные эмоджи. Только теперь это будет не еда, а абсолютно разные эмоджи. И по этим эмоджи Андрей придумает мне задание, которое я должна буду выполнить. Если честно, я не представляю, что это может быть, потому что у Андрея в голове постоянно очень много мыслей и идей. Поэтому не будем загадывать, и думаю, что мы уже можем приступать. Не забывайте поддерживать меня лайками, подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Итак, я открываю, Карин, топ комментариев самых популярных. Первый комментарий это мой. К сожалению, не могу его выбрать, потому что я на тебе отыграюсь чуть-чуть попозже. Поэтому второй комментарий. Назови любое число от одного до девяти. Пускай будет шесть. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть это круассан. Сейчас мне нужно назвать, ну, на вскидку от одного, ну, до тридцати. До тридцати. Ну, где-то, да. Ну, давай девять. Ой, ты попалась достаточно лайтовая. Что там? Здесь просто зеленое яблоко. Ага. Здесь мне нужно будет назвать цифру от одного, ну, пусть до шестидесяти. Хорошо, давай пусть будет один. Ок, это картошка фри. А здесь, ну, давай в пределах тридцати назови. Ааа, ну, пускай будет три. Хорошо, три. Это арбуз. Последнее из тех, что ты выберешь, здесь всего три пункта. Пускай будет три. Три это бургер. Ага. Ну, а сейчас, Кариночка, пока мы определились с едой. Пожалуйста, я вот сейчас быстренько уйду туда. Ты просто это все обрежешь. Тебе сейчас на WhatsApp придут эмоджи, которые я должна бы с вами выполнить. Ну что ж, Андрей мне только что прислал пять эмоджи, которые он... Вы сейчас можете видеть вот здесь. Да, которые он придумал сам. Свои, да, мысли какие-то по поводу того, какие Карина может выполнять задания, потому что у меня в голове плюс-минус уже что-то набрасывает. А у меня нет, далеко нет, так что я не знаю. Я думаю, что, Карин, можем тогда уже начинать. Да. Погнали. Я тогда сразу возьму яблоко и арбуз, чтобы сразу выполнить два критерия. Хорошо. Все, сейчас я придумаю. Давай. Ну что ты хочешь сказать, Кариночка? Арбуза нету дома. Оказывается, что Карине на арбуз выкинули, и сейчас быстро я тебе говорю, что-то из еды, что-то из еды печенька пусть будет. Ага. Печенька есть? То есть я должна буду скушать и яблоко, и печеньку. Да. Договорились. Мы переместились на мою кухню, и вот оно, розовое, красное, зеленое яблоко. Карин, на тебе нужно будет скушать именно вот с этой стороны, которая зеленая, потому что эмоджи был зеленого яблока, да. Хорошо. Считаем? Считаем. Теперь печенье. Ну а вот здесь у меня лежат печенье, и я их прямо сейчас съем. Они песочные? Угу. Очень вкусные, я их ем очень часто. Сейчас я собираюсь пойти в Азбуку Вкуса и купить там круассан, потому что одним по вкусам яблоко и, собственно говоря, одной печенькой я совсем не наемся. Поэтому прямо сейчас я пойду и подкреплюсь в круассан. Ты учти то, что тебе еще очень много всего нужно будет кушать. Я помню. Ну что ж, Кариночки, погрели круассан. Этого можно быстренько сделать вот так вот. Ладно, Карин, я думаю, ты ракушай, и мы уже перейдем просто к следующему заданию. Приятного аппетита тебе. Но с эмодзи круассаном я выполнила абсолютно все. Первое, что я хочу выбрать, это сердечко с обменом. И цветочек. Я хочу, чтобы ты их совместила. Итак, цветочек тебе нужно будет купить. Но обмен с сердечками, это взаимная любовь. Какая-то, я не знаю, взаимоотношение между людьми. Я хочу, чтобы ты подарила случайному человеку, которого я выберу этот цветочек. Тогда идет цветочный магазин. Пойдем. Или ты с клумбы хочешь сорвать? Это цветочный магазин. Ну что ж, дорогой мой Андрей, я купила цветочек. И сейчас, я так понимаю, должна на выбор любому прохожему купить его. Нет, видишь, я дам женщину, которая идет вторая. В розовом? Остановилась. Да. Вот прямо сейчас, иди к ней и дари ей цветок. Все? Девушка довольна? Да. Выполнила. Теперь дальше следующее задание. Я думаю, что она довольная осталась. Потому что, посмотри, идет цветочек, мне подарили. Да, счастливый человек. Сейчас ее муж спросит, что за хахаль тебе подарил. А, так, прохожая. Блокер, чтобы приняла цветок. Я предлагаю прямо сейчас отправиться в мой любимый. Торговый центр. И там выполнить остальные задания. Мы с Андреем приехали в авиапарк. Наконец-то. Мой любимый торговый центр. Кстати, для тех, кто не знал. Я болела очень сильно. Несколько дней. И не ходила в этот торговый центр. Все время сидела дома. Так что я по нему очень соскучилась. И сейчас я тут буду выполнять различные задания. Надеюсь, что Андрей не будет сильно жесток со мной. Сейчас я чудом оказалась в магазине Adidas. И выполню критерий, который называется мяч. Эмоции. Мяч. Если хочешь, я могу сначала я это сделать. Но ты смотришь, что занимался футболом. Но нет, не факт. Но в футбол я не играл уже больше, чем год. Сначала, Карин, попробуй бить не сильно. Попробуй бросить его руками. Подбить назад и поймать опять руками. Два раза. Молодец. Ну что ж, критерий под названием мяч я выполнила. Это было достаточно сложно. Потому что мяч такого вида я держала в руках. И вообще пинала впервые. А сейчас я хочу выполнить критерий под названием и тире эмоджи. Шпага. Человек со шпагой, да. Как ты думаешь, что это может значить? Я не знаю. Это меня реально не доходит. Шпага. И мы еще сейчас идем в магазин Леонардо. В общем, Кариночка, так как мы сейчас находимся уже в этом магазине. Сейчас я выберу тебе любой длинный предмет. Типа линейки. Возможно, вон ту. Не знаю даже, что это. Какой-то рулон. Ты будешь должна подойти к консультанту с уверенным лицом. Я, кстати, советую тебе включить диктофон сейчас на своем телефоне. И подойти и начать его спрашивать. Извините, а это шпага? А сколько она стоит? А где купить шпагу? Я предупреждала зрителей, что ты такой у нас человек с Антазией. Включай тогда диктофон. Хорошо, давай возьму линейку. Я предлагаю вот этот рулон. Он, кстати, не тяжелый. Девушка, здравствуйте. Не подскажете, спросить хотела. У вас тут имеются шпаги? Да. Шпаги есть? Шпаги есть. Шпаги есть? А вот это то, что я держу, не подскажете, это не шпага? А вы что и хотите? Ну вот я тоже ищу наподобие шпаги что-то. До меня дошло, спасибо. Шпага? Да. Это шпага, да, у нас? Шпага? Вообще не могла подумать, что, блядь, тут будет шпага. Да, я тоже. Я реально, я говорю, есть шпага? Да, есть. Я такая, чего? Ну что, Кареночка, что тебе осталось? Так, ну что ж, давай посмотрим. У меня тут есть вот такой вот список, который я, кстати, зрителям еще не показывала. И так, остается бургер, картошка, Дед Мороз. Это мы выполнили. Да, отлично. Получается, мы сейчас быстренько отправляемся в фастфуд наподобие Макдональдса. И я там куплю бургер с картошкой и выполню сразу два критерия. И останется? И останется Дед Мороз. Так, Карин, сегодня мы кушаем в Маке. Ага. Давай, тебе нужно взять картошку и бургер. Картофель фри, большой. По стандарту ты решила пройтись? Бургер. Чикен премьер. Ну что же, вот сидит Кариночка. Она у нас взяла картошечку и бургер. Сейчас убьет двух зайцев разом. И у тебя стоит только Дед Мороз. Я решил тоже подкрепиться и взял себе перекусить в Макдональдсе. Карин, тебе нельзя это есть, поэтому можешь откусить пару раз. Критерия с картошечкой я уже выполнила. Картошечка уже была, я увидела. Теперь остался только бургер. Давай я это сделаю очень быстренько. Он другой стороной держится. Хотя, я думаю, без разницы. Ну что же, мы с Андреем перепустили в Макдональдсе. Так что можно считать, что и ты тоже выполнил критерий какой-то. Я не участвую. Будь ты не участвовал, но он сам спрашивает. Меня не приплетайте, да, так? Короче, сейчас у нас остался самый последний эмоций. И это Дедушка Мороз. Смотри, в чем заключается суть? Ты должна будешь, Карин, что-то подарить Полинке. Когда мы сейчас отправимся в какой-нибудь магазин, я Полине куплю еще один приятный подарок. Какой? Какой-нибудь. Сейчас решим. Выберешь? Да. Хорошо, я с тобой слежу. Сейчас я нахожусь в магазине Республика. И так как у меня на канале есть рубрика «Дарить приятные подарочки», я решила собрать Полине небольшую коробочку с какими-нибудь либо конфетками, либо канцелярскими принадлежностями и намекнуть вам немножечко о том, а точнее сказать прямо. Короче, я собираюсь скоро снять видео, где я даю Полине большой бокс с подарками. Но пока не скажу, что там будет спрятано. Это будет очень интересно. А это небольшая подготовка и намек Полине на то, что скоро будет кое-что более крутое. Пойдемте собирать. Я купила кое-что в Республике. Андрей уже несет пакет. Как буду дома, соберу этот небольшой подарок. И моя сестра сделает распаковку. Полина, я уже дома. У меня для тебя есть подарок, только это не отдельное видео. Смотри, что это такое. Небольшой бокс и намек тебе на то, что скоро я собираюсь тебе еще более приятный подарок подарить. Давай его быстренько распакуешь, посмотришь, что там. Батончик байт. Дальше. Жвачка какая-то японская, да? Лавис. Да. И эта жвачка. Я знаю, что ты их любишь. Да, эта жвачка прям вытекает, как зубная паста. И мармеладки. Гарри Поттер мармеладки от фирмы Jelly Belly. Это типа Гарри Поттер. Покажи. А что там? Типа такой необычный цвет. Спасибо большое, Карина. Не за что. Мои дорогие, ну а я с вами прощаюсь и говорю огромное спасибо за то, что вы досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что пропустите очень много интересного, если не подпишетесь. Нажимайте на колокольчики, там ставьте лайки. Давайте наберем под этим видео 150 тысяч лайков. Если наберем, то я сниму такое видео, еще даже вторую часть. Я вас очень люблю, безумно устала. За окнами уже максимально темно. Пойду переоденусь, посмотрю фильм и буду отдыхать со своей семьей. Спасибо вам еще раз огромное за просмотр и всем пока!